Десна ТВ Прошу весь состав, личный состав органов внутренних дел проявить особую бдительность на этих мероприятиях по недопущению правонарушений нашими жителями. Честование волонтеров и подведение итогов года Посмотрите, какие мероприятия стали у нас получаться. Весь город говорит о волонтерах. Область говорит о волонтерах города Леснокорска. Мы лучшие в области. Торжественное награждение участников Всероссийского конкурса сочинений. Благодарим учителям, ученикам за их неравнодушие, за их желание показать наше прошлое, чтобы мы вместе знали, какое строить будущее. 24 декабря руководители ключевых подразделений города провели еженедельное рабочее совещание. На повестке дня, итоги прошедшей недели и анонсирование предстоящих событий в городе. Подробнее в сюжете. Еженедельное совещание началось с награждения участников областного фотоконкурса «Семьи. Счастливые моменты». Мероприятие проводится ежегодно департаментом Смоленской области по социальному развитию и призвано укреплять значимости Института семьи, культурных, духовных ценностей, а также развивать творческий потенциал участников. «Десногорск в этом году, как и в прошлом, принял участие в различных номинациях данного конкурса. У нас есть победители, которые сегодня будут отмечены дипломами, банками, подарками». Инженерная инфраструктура города отмечена профилактическим ремонтом в некоторых его районах. Текущий осмотр коммуникационных сетей поможет избежать возможных неполадок в новогодний период. «Ораничения по холодной воде связаны с заменой запорной амботуры. Наши ограничения будут по шестому микрорайону МКТ полностью и 50% второго микрорайона. Местная часть остается в свободе». О предновогодних мероприятиях рассказала Анна Королёва, председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике. «28-29-го Центр культуры и молодёжной политики привезли к детям на утреннике. 14-17 – больной». Отдел социальной защиты населения напоминает предприятиям об окончании отчётного периода. Отчитаться по охране труда нужно до 10 января 2020 года. По всем вопросам обращаться по телефону 7-12-33. «И также напоминаю, что во все организации предприятия города были направлены информационные письма по конкурсу «Успех и безопасность» 2019 года». Заявки на Всероссийский конкурс по охране труда могут поступать до 1 марта 2020 года. Кроме этого, продолжается голосование за выбор лучшей творческой работы дизайна малых архитектурных форм для городского парка «Атомпарк». «Я попрошу всем дизайногорцам принять самое активное участие в этом проекте, для того чтобы они могли двигаться вперёд». Отдать свой голос за понравившийся проект можно на сайте администрации Дизайн-Горска. Ксения Вьюшкова, Александр Ирофеев, Дисна-ТВ. Уровень подготовки и оснащения Дизайн-Горской полиции в предпраздничный период был проконтролирован. на очередном строевом смотре 24 декабря. Подробности далее. Перед различными масштабными праздниками и мероприятиями охрана правопорядка – одна из основных составляющих безопасности. Кто как недоблестные полицейские обеспечивают покой мирных граждан и предотвращают преступления. На площади у здания администрации руководители органов внутренних дел города Лесногорска провели готовность своих подчинённых. «Был проведён строевой смотр личного состава в преддверии новогодних праздников. Необходимо показать нашу готовность, потому что в долгие праздники необходимо будет нам обеспечить порядок на улицах города». Заместитель главы Десногорска Александр Новиков поздравил полицейских с наступающими праздниками и сказал на подственные слова. «Прошу весь личный состав органов внутренних дел проявить особую бдительность на этих мероприятиях по недопущению правонарушений нашими жителями». Обязательная часть смотра личного состава – это проверка удостоверений, нагрудных знаков, личных жетонов, а также экипировки и внешнего вида сотрудников. По итогам плановой проверки стражи правопорядка продемонстрировали свою готовность к выполнению всех поставленных задач на новогодние праздники. 24 декабря в Центре культуры и молодёжной политики присутствовали те, кто уже давно своими поступками показывает – делать добро – это просто. Речь идёт о волонтёрах, которых в Десногорске с каждым годом становится всё больше. Более 120 мероприятий, почти 8,5 тысяч человек, жизнь которых удалось сделать чуточку лучше. Таков результат волонтёрского движения в Десногорске в этом году. Результат, которым действительно стоит гордиться. «Волонтёры участвуют везде, в каждой социально значимой сфере нашей жизни, жизни нашего города. Это и медицина, это и культура, и спорт, и патриотическое воспитание, и работа с ветеранами, и работа с молодёжью. Вы везде». Практика Десногорска в этом направлении отмечена и на уровне области. Так, 9 декабря в Смоленске прошёл форум добровольцев, где опыт волонтёрских отрядов Десногорска был отмечен благодарственными письмами, которые были вручены на сцене Центра культуры и молодёжной политики. Знаки отличия получили также и отдельные добровольцы. Это школьники, люди постарше и, конечно, серебряные волонтёры. Кроме этого, книжки волонтёров впервые получили ещё 50 человек. «Очень здорово, что наши волонтёры, город Десногорска впереди хотя бы Смоленской области, потому что на сегодняшний день мы имеем 206 официально зарегистрированных волонтёров, и, наверное, ещё не менее такого же количества, которые участвуют постоянно в мероприятиях, но пока не получили волонтёрские книжки». Можно с уверенностью сказать, что волонтёрское движение – это новый тренд Десногорска, где найдётся место каждому. Потому что делать мир добрее, лучше вместе с единомышленниками. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Не так давно в Смоленской области завершились школьные, муниципальные и региональные этапы Всероссийского конкурса сочинений. Конечно же, ребята из Десногорска тоже принимали в нём участие. Об итогах конкурса и награждении расскажем далее. «Мои размышления о войне на Смоленской земле». На такую тему рассуждали школьники в своих работах Всероссийского конкурса сочинений. 23 декабря в Доме детского творчества прошла торжественная церемония награждения конкурсантов, призёров и тех, кто просто не остался равнодушным к такой тематике. С приветственным словом и со словами благодарности выступил заместитель главы Десногорска Александр Новиков. На мероприятие поблагодарить участников лично, вручить почётные грамоты и призы, пришли почётные лица Атомграда. Подарки для поощрения учащихся предоставил профсоюзный комитет Смоленской атомной электростанции. «Благодарен учителям, ученикам за их неравнодушие, за их желание показать наше прошлое, чтобы мы вместе знали, какое строить будущее». По итогам конкурса в октябре этого года были определены победители в каждой возрастной группе. В школьном этапе принимали участие 54 конкурсанта. После чего было выбрано 11 работ, которые продолжили участие в муниципальном этапе. А дальше региональный, лауреатом которого признана Елизавета Швецова, ученица 11 класса средней школы номер 2 города Десногорска. Во всех работах школьники называли много фамилий тех героев и участников войны на Смоленской земле. А кто-то писал о своих прадедах, которые воевали с фашистами за свою родину. Безусловно, каждое сочинение заслуживает поощрения. «По-моему, самым главным направлением таких сочинений и таких конкурсов – это присваивание молодежи патриотических каких-то качеств. Потому что в наше время молодежь начинает забывать о своих предках, о том, какой ужас и какую катастрофу приносит сама война». Благодаря таким конкурсам в подрастающем поколении воспитывается любовь к родине и в целом к жизни. В конце выпуска о погоде. 26 декабря в Десногорске пасмурно. Возможен снег с дождём. Температура днём плюс два, ночью около нуля. На этом выпуск завершён. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!